Телеканал КРТ представляет Антон, скажите, у вас есть какая-то родственная связь с госпожой Поляковой? Ну, Вольфой Я думаю, это всех волнует Поляков А Во время предвыборной кампании ее пытались найти, но не нашли Связь или Полякова? Связь и Полякова на округе так и не появилась Ну, это интересно Но мы каждую свою программу начинаем с каких-то праздников Поздравляем обычно зрителей с теми днями, которые у нас на неделе А сегодня у нас особенный день Это день рождения Алексея Нашего любимого Алексея Поэтому мы хотим ему, пользуясь случаем, спеть песенку Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, дорогой наш Алексей Быстрее свечку задувай Теперь тебе один год Да, один год И свечка такая, чтобы хватило Год тяжелый, год непростой Свечка зеленая Зеленая, да, тортик розовый Свечку обязательно сохранить, потому что когда будет Перевоя электроэнергии, она тебе понадобится Очень пригодится Не пригодится И знаешь, можно так еще делать, как в Шерлаке Холмсе Это просто мега Так, у нас что-то есть еще? Да, ребята. Понимаю, что, конечно. Но я видел, что обычно гости вам всем дарят подарки. И так как меня часто называют каким-то там супергероем и защитником, я принес вам такой подарок. Но я не знал, к сожалению, что у вас есть именинник. Но думаю, как-то поделить уже не поделитесь. А у нас все плащ супергероем. Плащ супергероем. Алексей, мне кажется, что надо это примерить обязательно. Вам должно пойти. Позвольте, я за вами поухаживаю. Как бы наша юмористическая передача превращается в плащ. Ну, некоторые могут сказать, что это плащ. А у нас претензий от Марвел не будет. Мне кажется, что надо как-то... Алексей, попробуйте полетать. Главное, чтобы не подумали, что это плащ красной шапочки. Это самое главное. Кстати, да. Именно так надо влетать в Верховную Раду и наводить на поля. Не возьми меня, в полет называется. Я предлагаю так и сидеть. А может быть, Саша, я тебе передаручу суперманьки. Мы потом все померяем, я думаю. Садись. Так, что у нас по новостям? Так, ну вернемся к нашим скучным... Спасибо за подарок. Как говорится, к нашим скучным будням. Давайте, да. Неделя у нас была, как и предыдущая, карантинная. Но наше правительство, оно не ведет себя, скажем так, в пустую. Оно вводит новые, новые запретительные меры. Поэтому 6 апреля мы уже почти неделю все пребываем в режиме повышенной готовности, я бы так сказал, к коронавирусу. Которое сводится к тому, что постановлением правительства у нас теперь запрещено выходить без маски, гулять более чем по двое. Выходить в парк. Выходить в парк. Ну хорошо, что мы хотя бы не в парке сейчас, да. На нас больше чем двое. Да, и еще обещают штрафовать. Вот, собственно, все это уже вызвало ряд фото-жап. Я думаю, нам сейчас их покажут. Да, и как минимум пора уже выпускать банкноту аваков 17 тысяч. Антон, как вам вот это все предложение? Ну в какой-то, конечно, мере должны быть ограничения. Но перед тем, как какие-то ограничения делать, надо смотреть на опыт другой страны, делать свои определенные выводы, потому что у нас все по-своему. А вообще, если судить по количеству у нас заболеваемых, коронавирус, наверное, обходит стороной нашу страну. Как и Николаевскую область. А не настораживает, что 17 тысяч гривен неподъемный вообще какой-то барьер для большинства украинцев? Да, неровная купюра плохо считать. А вот минималом будет тяжело считать 18 тысяч. То есть они так бюджет хотят наполнять? Наверное. 17 тысячными банкнотами. Ну конечно. А 10 тысяч у нас сколько? 10 тысяч за в нетрезвом вождение. Подешевле сейчас водить, чем гулять? Вот такие вот пироги. Я думаю, если бы сейчас была главой Национального банка Гонтрева, все бы эти купюры уже давно напечатали. Но самое, наверное, из всего этого смешное, если так можно это слово применять, это то, что теперь можно перенимать европейский опыт и брать собачку с собой везде. Чтобы под видом выгула собачки можно перемещаться по городу. И в этом плане многие предприимчивые украинцы уже начали на разных сайтах, не будут их рекламировать, выкладывать объявления по 300, по 400 гривен в час. В общем... То есть брагер что-то знал? Брагер непременно что-то знает. Когда он, помните, вот шутил, ну я не знаю, не шутил. Чтобы продали собаку. Да, оказывается, собака это у нас действительно тотемное животное. То есть начали продать, а потом назад в аренду. Когда ты считала, что у нас тотемное животное жаба, некоторые считали в нашей стране, но на самом деле получается собака. Ребят, мне кажется, что в 20-м году на всех рекрутинговых сайтах будет самая главная вакансия, это собачий сутенер. Сдам собачку по часову. Собачий ломбард. Собачий ломбард тоже можно, да. То есть теоретически аграрии все-таки могут выйти на митинг, если все возьмут своих куриц, коров и пойдут в Киев. То есть их уже не могут остановить. То есть раньше только Лешко с коровой ходил. Это не митинг, это выгул домашний живот. То есть правильно ты понимаешь, то есть они могут приехать под Верховную Раду и в Мариинском парке выгуливать с курицами, с коровами, со свинками. Это не митинг. И выгуливать домашних животных. Действительно, по селам пасти корову, это приливно, это выгул пса вместе. То есть надо же как-то еще с географической спецификой подходить. Тут, я думаю, как говорится, масса-масса будет сейчас различной импровизации. Подождите, у нас же был левша, который подговал бы блоху. Сейчас тоже можно будет со своей блохой гулять. А чего? Мне просто интересно, как будет полиция на самом деле реагировать. Потому что если говорить все-таки о постановлении правительства, то оно же во многом расходится с Конституцией. Например, есть 33-я статья, которая говорит о свободе передвижения. А тебе все остальное не расходится с Конституцией? Тебе только это смущает? Только абсолютно. Да, Алексей резко стал законником таким. Все согласно букве. Ну, потому что у нас люди многие занимаются физической активностью. Подождите, каждая буква важна. В законе, где 16 тысяч слов, можно сделать 16 тысяч правок. Правда, Антон? Поэтому и Конституцию надо знать, как бы каждое слово, каждую букву и запятую. Это может пригодиться, между прочим. Кстати, да, ряд твоих коллег, я сегодня уже с утра смотрел, как тот же Качура, говорят, что, собственно, слов в правках, точнее правок больше, чем слов в их самом законопроекте. Ну, не слов, а, по-моему, символов. Ну, в общем, открою секрет, он уже собирается в книгу рекордов Гиннесса это заносить. Так что есть шанс войти в историю. Ну, пытаются, пускай не вопрос. Антон, ты проснулся знаменитым, ты почувствовал себя вот действительно, как бы, звездой. Узнают, как бы, при встрече, каждая собака при встрече лапа подает или еще нет? Нет, абсолютно не преследовал такой цели и нету такой. Тем более, как сейчас будут узнавать, если ты постоянно ходишь в маске. Ага, так ты еще этот, вот, народный мститель, понимаешь? Да, да, черную такую. Как золото и шляпу, да? А, и шляпу. Эта надпись есть или просто? Надо сделать, кстати. Сейв фоб, сейв медиков. И всегда быть в маске, судьба моя, да, так и будем. А как ты делал эти правки, ну, вот, если бы, значит, технически интересно? Ну, технически 25 человек работало в течение недели. То есть, мстителями новин. То есть, на самом деле, да. Коллективно Антон Поляков. Подождите, так вы, наверное, как ласковый май просто можете гастролировать теперь разными составами. Можем, как 95-й квартал, да. И, может, даже потом победим на выборах. Каждый вечер-вечер начинаем. Друг, мы готовим лапки. Тебе, мой друг, да. Это прекрасно. Не, ну, с другой стороны, формально депутаты имеют право на это. Конечно. То есть, регламент же не запрещают. Да, то, что потом депутаты за это имеют, это уже, конечно, второй момент. На самом деле. Не, ну, главное, чтобы в прокуратуру не вызывали. Ну, как некоторые, которые выкладывают аудиозаписи. Ну, меня волнует здесь другое. Другой. А вот за землю было 4 тысячи правок, а тут 16 тысяч правок. Почему за землю не было 16 тысяч правок? Ну, потому что все не знали, что есть такой инструмент. Все учились еще. То есть, ты предполагаешь, что в следующий какой-то такой резонансный законопроект будет уже 32 тысячи правок? Нет, не будет 32, потому что будут изменения в регламент. Уже явно есть желание. Саша, для того, чтобы внести изменения в регламент, их тоже можно подать 16 тысяч правок или 20 тысяч правок. Как раз законопроект об изменении регламента и будет 32 тысячи правок. Слушай, по-моему, Кармазина на вас нет. Кармазин любил вносить правки на любой совершенно. Ну, это же на самом деле было придумано заранее до тебя. Это много людей, которые любили этот механизм. Ну, это рекорд. С другой стороны, да, рекорд. Абсолютный. Слушайте, у нас вот был Силантьев, он нам рассказывал о том, как вот о буднях карантинщика спортсменов. Мне кажется, надо в олимпийские виды спорта внести вносение правок на время. Как вы думаете, это летний вид спорта или зимний? Интересно. Или несезонный вид спорта. Как он будет называться? Правка ведения или как там? Правка заплывания? Закидывания. Плавка, плавка, правка, правка закидывания. Да, да. Поправка, да. Ну, и это хорошая возможность. Поправка метания. Бесплатные тренинги по ораторскому искусству. Если все 6 тысяч правок повыступать в парламенте... Ну, а ты будешь выступать? То есть, вот каждое право... Я же Антон Поляков выступаю. Можно всю свою биографию рассказать. Ну, вы все знаете, какие мои, собственно говоря, цели были, какие мои требования. Я, безусловно, буду добиваться того, чтобы они были рассмотрены и как можно, скажем, выполнены как можно максимально. Ну, я знаю, что вот некоторые твои коллеги, бывшие коллеги по «Слуги народа», они называют это законодательный спам, терроризм. Да. Эль террористов. Ну, смотрите, я вчера говорил уже насчет даже каждой запятой. Вот фраза «казнить нельзя помиловать». То есть, одна запятая меняет полностью смысл. Тут то же самое. То есть, что вы можете назвать спамом, что не спамом. И какое вы право можете расценивать, спам это или это депутатская деятельность, действительно правка. Тем более депутат представляет 200 тысяч человек. А можно в правке ставить, например, смайлик или какие-то вот эти новые символы? Ну, судя по грамматике в этом законопроекте, им можно все. Он весь из смайликов состоит, да? То есть, все равно с такими ошибками, что… То есть, ты намекаешь, что законопроект, законопроект именно, а не правки писали те, кто учится по телешколе, которые, да, сейчас транслируют. Нет, как раз, наверное, те, кто там преподают, они писали этот законопроект. Сразу с ошибками. И, в принципе, депутатов можно просто закрывать с 10 до 12 и включать им те или уроки не лишним, ты считаешь, будет, да? Прямо на экранах Верховной Радио. Да, математика, украинская мова, руханка обязательно, потому что вы же устаете очень быстро. Вот, ну, что там должны быть, какие еще предметы. Биологию можно провести. Ну, я думаю, физкультуру обязательно. Да, физкультуру. Ну, кто-то посчитал, что если вот будет так же, как с законом про землю, то, в принципе, можно вот этот закон рассматривать год. То есть, ты намекаешь, что когда МВФ говорил, даст транш в мае, то это будет в мае 21-го. Ну, на самом деле, МВФ должен был дать транш уже после голосования. Сразу же. И не факт, что он вообще когда-нибудь даст. И даже если даст, то, что это пойдет нам на пользу. То есть, будем готовиться, как нам завещали, к земле долго. Да. Просто долго. Ну, все. Что там дальше по новостям? Сейчас, секунду. А то ты сидишь, смеешься, там хихикаешь. Ну, Кирилл, это мы тоже хотим посмеяться. Отпала правка. Отпала правка. Ус отклеился, и правка отпала. Так, да, возвращаемся, как говорится, к нашей проблематике. Пока в Киеве сдают собак в аренду для прогулок. И подают правки. В Днепропетровской области парень выгуливал курицу. В маске, в перчатках и с рыжей курицей на поводке в поселке Слобожанское. Так, человек пошел в супермаркет. Видео нам сейчас режиссер включит. Вот. Ну, ничего, креативно. Конечно. Так вот так можно приехать под Верховную Раду. Курицы не слушалось. Смотрите, а может он думает, что он пират, и на самом деле это не курица, а попугай просто на карантине, знаете? То есть попугай подрос. Ну, просто чуть-чуть как бы стал чаще в холодильник заглядывать. И все. Ну, как все, в принципе. Вот что-то подобное мы видели в Киеве на днях, когда парень, парень переплывал Днепр, очень хотел позаниматься спортом в гидропарке. И, как его уже звали, пловец из гидропарка. Я думаю, что это раз ему надо раздяга, когда он на самобанном на рынке, потому что это протест люди, на котором, как сказала, против политических Он сейчас, молодой человек, будет в качестве протеста против его конституционных прав. Попытается все-таки проп... А что полиция не запоняет? Нет, главное, когда на крещении... Я не знаю, что полиция не запоняет. Слушай, когда на крещении все массово в плавках на берегу Днепра, никого не смущает. Да тут один парень, и все прям переполух такой. Чуть-чуть увеличу вам. Вот уже активизировались правоохранители на другом берегу, чтобы, так сказать, вылавливать молодого человека, который все-таки собирается... Кстати, удивительно, что правоохранители... Кстати, давайте... Мы даже говорили, не больше двух собирался... Он просто очень долго будет раздеваться, мы сразу покажем нашим зрителям, чем это закончилось. Да, на том берегу? Десять человек? Да, но тут можно посчитать. Десять на одному? Мы сейчас покажем. Так, а я так и не понял, в чем запрет. Плавать был запрет какой-то? Он... Там какая была история, что он хотел позаниматься в гидропарке на качалке. Да. Потому что ты не ездишь? У тебя свой? А потом по воде... Решил уйти по воде от них. Да, его не пустили, его не пустили, и в итоге он решил переплыть. И вот мы видим, пришла полиция к нему, и не пропускала его в эту качалку. Подождите, раньше говорили, что редкая птица может перелететь до середины Днепра, а теперь ветвий гражданин может доплыть до середины Днепра, и все. Без наказания. Но это уже окрестили даже битвой при гидропарке. Ага. Потому что там огромное было количество полиции, которая не пускала одного плавца. Кстати, его все потом в суд вызывали, и суд так и не знал, что с ним делать, и решили перенести заседание на две недели вперед. Ну, это просто, наверное... Пока плавки не высохнут. Реальное зло самое большое в нашей стране, которое надо было остановить. Ну, все зло... Смотрите, коррупцию подолали, зло остановили. Схемы убрали. Убрали. Осталось человека поймать в гидропарке. Вот, и зато у полиции есть работа. Это, наверное, был последний пункт требований МВВ. Поймать того голого мужика в гидропарке. Ну, правильно. Требования они должны постоянно новые выдвигать. Это же самая задача. Знаете, там в Верховную Раду скажет голый мужчина, плавающий в гидропарке. Зайдите в Верховную Раду. Мы тоже хотим на вас посмотреть. И все, ну а что, только телевизор за телевизор. Кстати, про Киев дальше. Кличко призывает сидеть дома. В Киеве появились борды с градоначальником Виталием Кличко, где мэр призывает всех перестать шастать. И вот тут картинку он уже сейчас покажет. И угрожаешь, и так рукав закатывает. Но при этом у него лицо доброе. Поэтому понять его намерение не понятно. Я бы, Кирилл, я бы их не назвал это. Доброе лицо. Достать шастать. Не, ну мы уже написать нехайще стыть, понимаешь. А получилось ничего шастливого. А вообще, вот это нормально, когда мэр, давайте так вот поговорим, да, Антон, как ты оцениваешь? Мэр, я не знаю, он закатывает рукава, чтобы что? Ударить. Или что? Он тем более экс-спортсмен, да? Экс-боксер. На что он намерен? А тебе удар. Нет, нет, ты не понял, Леша. Он показывает, что вот настолько надо руки мыть, когда ты приходишь в улице. Однозначно. Я даже не знаю, что он хотел этим. Или это лозунг он к себе относит. Достать шастать. Он же мог показать, каких он ловил карасей в Днепре. И знаешь, как вот рыбаки показывают. Вот я тут вот столько. Да, вот столько. Глубина Днепра сегодня вот такая. Какая-то дикая улыбка. Ну, ну то есть. Подожди, мэр еще научил всех мыть руки. Сначала перчатку. Да. Потом снимаешь, потом долго мылишь, потом улыбаешься под музычку. Кстати, у нас даже есть видео, где мэр говорит вот эту вот сакральную уже фразу. Сейчас нам ее режиссер покажет. Он ее еще и говорит. Он еще и говорит. Ну, так это пытается говорить про себя, наверное. Подожди, это сеанс какого-то телегипноза. Он на тебя смотрит. Да, как же ты сказал? А ты не слышал? Мы как коронавирус, как у Лукашенко не видим. Вы что, не видите, как он летает? Вы что, не слышите, как Кличко говорит? Ну, все слышат, как Кличко говорит. Ну, вот перчатки моет. Я, на самом деле, жду вообще больших дебатов между Кличко и Тищенко. Я считаю, что это будет самое... Знаешь, Цицерон и Цицерон 2. Вот это будет самое классное, что нас должно ждать в этом сезоне. Конечно. Год обещает быть веселым или команде президента все-таки, наверное, стоит поменять спортсмена от своей команды? Ресторатора. Ну, окей. Да, в бой идут они рестораторы. Так это мы и назовем. Кстати, если уже взяли тему Киева, то у нас есть новость, что Кличко допустил возможность запрета на автомобильные поездки в городе. То есть полная, тотальная блокада уже. То есть тотальная. Ну, ему хорошо, у него велосипед, а нам, как быть? Вертолеты есть, самокаты. Самокаты есть. Один освободился, кстати. Можно брать варианты. Кстати, да, самокат тот, который... Ну, это преусловие, кстати, если он не сломался еще. Как и все в этой стране. Так как активно кончерок его юзал, он мог уже и сломаться. Мог. Мог. В общем... Сигвей ему на колесо еще нет. А как ты относишься к этой идее запрета въезда в город? Как, ну вот... Ты, кстати, часто въезжаешь в город? Ты же понаехал? Ну, скиф не резиновый. Да-да-да. Ну, ничего, я не остаюсь, так что не переживайте. Трудовая эмиграция. Я... Да. Сессионная. Не, ну, на самом деле не сессионная, потому что все равно туда-сюда мотаюсь. Я могу... Ну, ничего, обычно Чернигов-Сигармичанин. Все нормально. Ну, там не так границ. Там с Белого... Нет, ну, а если случайно вот на это заседание ты не доедешь, которое планируется... Это угроза? Нет, ну вот представим себе. Или это предположение? Предположение. То есть Кличко можно заблокировать работу парламента? Я думаю, что я могу не доехать из-за того, что у меня Деоланос, а не из-за того, что мне кто-то угрожает. Скорее всего, из-за этого. Кстати, пойдем проедем. Серьезно, Деоланос? Польской сборки. А, польской сборки? Это вообще... Чтобы вы понимали, это как вот Мерседес Сределана. Он дольше гниет и дольше ездит. То есть на нем уже не одно поколение на заработки ездило? Да, это как молния. Молния, я понял. Антон сейчас скромный депутат, потому что его многие коллеги, они после сессионной недели не в Чернигов, а в Куршавель. Не, ну так за землю проголосовали, уже можно все позволить. И некоторые сразу туда. Хотя, как выехать из страны сейчас? Так для них это наказание. Проходится тут по периметру. Через гидропарк. Славь. Кстати, надо что-то еще на международкое расплавить. Вот у нас есть новости про Индию. Как в Индии полицейские ведут себя. Джимми, Джимми, Ача, Ача, а что там в Индии? А вот, посмотрите. Мне кажется, да. У них есть специальная коронавирусная полиция. Вот она ездит в такие... Коронавирусные отряды? Да. Да. Не-не-не, это серьезно, да? Это настоящие кадры. Они вот так пытаются распространить информацию о опасности коронавируса среди населения. Потому что большинство не умеет читать новости. Поэтому надо наглядно показывать, что вообще происходит. Коронавирус должен быть виден, да? Да. Ощутим. Ну, это как в том анекдоте, да, когда внучок плавает в речке на запрещенном пляже, а бабушка ему кричит, и глубоко не ныряй, потому что там палочка. Это то же самое. Знаете, они поняли, что есть на самом деле коронавирус, и вот показывают, он есть. Судя по поводу этапа медреформы, там явно туберкулезная палочка. Это, конечно, смесь сквозь слезы. Нет, нет, а с другой стороны, вот представьте, если бы у нас полиция в гидропарке стояла в таких... Это же было еще более эпичные кадры. Да, было бы эпично, если бы они набрасывались на этого бедного пловца, и при этом толкали бы друг друга и падали. Вот, вот, вот. А все почему? А все потому, что МОЗе уже рассказали, что вирус паники, он хуже коронавируса. Вот. Поэтому главное не паниковать. Так что надо меньше вот этих вот показывать в картинах, там... И меньше тестов делать. МОЗе рассказали. Вот объясни, пожалуйста. Нет тестов, нет заболеваний. А у нас стоит требование, это медреформу отменить. Что тебя не устраивает вообще? Ну, не меня, собственно говоря, тьфу-тьфу-тьфу. Ну, как бы, не часто обращаюсь к врачам. Но, скажем так, все на моем округе медучреждения, все главврачи, все представители медицины убедили меня в том, что это смертельно для нашей медицины. То есть надо или пересмотреть, или приостановить и пересмотреть, потому что в данный момент уже банкротятся тысячи заведений, и на улице останутся тысячи людей, медперсонала и врачей. Но на данный момент не отменились. Они ненадолго останутся на улице, потому что их приветливо с руками и ногами заберет Польша, Германия, остальные европейские страны. Италия та же. Это такой спойлер. Проблема. Спойлер, в которых им будут платить гораздо больше и дадут гражданству все остальное. В Черниговской области быстрее бежать в Беларусь. Я думаю, что сам можно даже переползти. То есть лайфхаки. Сейчас очень многие, я думаю, заработают те, кто будет организовывать всякие онлайн-курсы изучения иностранных языков. Беларусь. Онлайн-курсы изучения медицины, мне кажется, многие заработают. Сейчас зачем, слушай, зачем заканчивать вузы, зачем заканчивать... Правильно, читать можно просто Facebook, Supru, на наш там все советы. Не, ну можно посмотреть все сезоны хаоса и сказать, что ты уже ого. Что ты знаешь, что такое волчанка. Ну, конечно, вас кулик и все крик один, конечно. На твои предложения отреагировали. Вот ты сказала, что ты уберешь правки, если будут выполнены реакции. Часть правок, да, я так понимаю, не все или ты все готов? Да, собственно, как обычно, ломают через колено парламент. То есть хотят принять законопроект, который позволит не рассматривать правки. То есть уже на осмотрение комитета. А в комитете, как и в парламенте, в каждом комитете большинство рулит. То есть слуги народа. Вот и все, собственно. Мирный переворот. Тихая революция. Да, тихая. Бархатная. Или бархата уже нет. Я думаю, это не бархатная, а коронавирусная. Карантинная. Кстати, про телеуроки. Вот 6 апреля стартовали телеуроки для учеников 5-11 классов, которые находятся дома. Для каждого класса определен отдельный канал. Но, но тут, как говорится, дьявол в мелочах. И очень много вопросов качества этих уроков. Мы же ловили неоднократно на ошибках. Даже, скажем, само министерство образования в этом допустило ошибку. И у нас есть картинка. Сейчас ее на выведут. Где наше министерство образования ведет себя как-то очень необразованно. Пишет «Розвязування». Без одной «М» потеряли. И так во всем. Не, ну смотрите, мы первые, между прочим, показали, как правильно заниматься спортом. Когда это еще не было мейнстримом и на каждом канале, у нас был эксклюзив. Поэтому, может, мы тогда и математику начнем вести, и мову. Кстати, директор. Какой бы ты мог бы предмет вести? Ну, наверное, поправкам. Никогда не думал быть учителем вообще в школе. Честно говоря. Право на прикладку. Русловая. Ребята, сейчас такая нехватка учителей. Там, кстати, можно, между прочим, совмещать и быть непрофильных профессий. С руками и ногами. А директор может, кстати, заниматься. То есть можно сразу и физкультурой, и математикой объединить. Конечно. Отлично. Ну, я думаю, по физкультуре уже занято, наверное, Кличко там. Судя по его вот этим заплажкам. Трудовик? Кем ты можешь быть? Учитель пения. Трудовик, как Нагиев, да? Этот или какой-то. Пиздруг. Да, да, да. Было бы интересно. Ну, можем поучить чему-то детей, да, действительно, взрослой жизни. На самом деле, у нас школа не готовит, так как должна готовить детей к выходу в жизнь. А может, и не нужно детей к этому готовить? Может, и не нужно, да. Не, ну, судя по тому, что, кстати, я очень благодарен этой инициативе по телеурокам. Теперь каждый, каждый гражданин Украины может вообще понять, до чего докатилась наша школа. А Кирилл заканчивает утреннюю включку и дальше уже не выключает просто телеканал. Иногда сам что-то там комментирую, иногда смотрю. Это только для младших классов, а вечерняя школа? Пятая и одиннадцатая. Вечерняя школа по каким каналам показывают? Ночная. Таким, по заблокированным каналам? По плану, платная подписка, если есть, будет эта вечерняя школа. Нет, платная подписка. Дорога, давай после работы посмотрим вечернюю школу, да? Нет, в таком моменте она... Там учительницы, там другие немножко. Спросить, гражданин, а вы с какой целью интересуетесь? Это, кстати, креативная идея, может, у нас еще воплотят в жизнь. Еще есть свободные каналы просто. Дело в том, что, знаете, в многих европейских странах, многие страдают самозанятые, да? И в том числе и представительница такой профессии. У нас, конечно, она запрещена, но в некоторых европейских странах разношена. Курьерами становятся в развитых государствах. И все, переквалифицировался, и все. У нас во время карантина все самозанятые. Сейчас все самозанимаются. То есть ты просто отстаиваешь фопов для того, чтобы все могли быть самозанятыми. Да, сейчас каждый сам себе фоп. Сам себе фоп. И платили единый налог. Подожди, не подсказывай. Вот, слушайте, вот откуда мы найдем деньги, если нам не дадут кредит. Всех-то самозанятые, приравнятые. А вы все самозанятые. И платите единый налог. И сразу же за счет них сделаем статистику, что у нас создано 5 миллионов рабочих мест. Конечно. Вы представляете, платежка за газ и платежка единый налог. Тут бабушка смотрит, какой единый налог. Вы самозанятые. Работающие пенсионеры, наконец-то. Теперь уже с этого месяца, или со следующего, у нас же еще на одну платежку больше мы будем получать. Теперь платежку за то, что надо еще платить за платежку. Ну правильно, за бумажку. Да, за бумажку. И на то, что будут приходить. Каких рифов вам еще не хватает. То есть там штук 5 уже будут приходить. Платежек больше ярких и интересных. Зато разных. Кто-то специально будет разбивать на 10 платежек. Вот, тысячу гривен. По 100 гривен, чтобы больше платежек. Да, кстати, за каждую платежку еще банк берет отдельную комиссию. Да. Иногда стоимость комиссии будет больше стоимости самой платежки. Так что у них там какая-то круговая порука, мне кажется. И новость с родиной президента. В Кривом Роге 6 апреля проехать на транспорте общественно можно только со спецпропуском. И у нас сейчас покажет видео режиссер о том, как тысячи рабочих Криворожсталя, которая теперь Арселор Миттл называется, он явно не придерживается дистанции в полтора метра, что я хотел сказать. И собираются больше, чем по два. Хотя, как по мнению, ничего бы не мешало, например, в том же общественном транспорте показать пропуск на этот завод. Зачем им все какие-то спецпропуска? Ты же на завод приходишь с какими-то документами, на что там работаешь. Ну, они просто так, лилу дало, с мультипаспорта пошел. На самом деле, в Кривом Роге это же градообразующие предприятия. То есть там большая часть трудоспособного населения работает на этих ГОКах. То есть северный, южный. И знают друг другу в лицо. Это же сколько пропусков надо. И кондуктор знают, и водитель знают. Парадокс в том, что спецпропуск не дает бесплатное право на проезд. Нужно сейчас заплатить все равно. А они сделали бесплатное. А, у них бесплатно? Да. А вот Кривом Рогой сделали бесплатный. Просто надо переименовать Кривой Рог в Крутой Рог. Крутой Рог. Дорогой Рог. Мы 95-й Рог. Так лучше быть. Рог 95. Главное это, чтобы наш городоначальник нашу передачу смотрел не дословно, то он еще в Киеве такую улицу скоро ведет. 95-й квартал. Почему бы и нет? Так, чтобы его выдвинули от... Это не улица, это целый квартал. Да, и хоть он может выдвинуть от слух народа на следующих выборах, если он такое сделает. А где бы это можно было бы сделать? Как где? В Верховной Раде. 95-й квартал. Ой, кстати, про Киев. Есть еще хорошее видео, где пустое метро катается. Это, кстати, в Киеве пустое, а в Кривом Рогу вон такие очереди. А вон апокалиптические кадры. Это шуточное, конечно же. За срело, да. За срело вагонах. Все шутят, что вернулись дельфины в Днепр как раз. Но была картинка даже. Венеция, да, крокодилы, кто там еще водится. А к тебе что-то вернулось из прошлого? И даже Грета Тумберг вернулась в школу, знаешь? Как в Чернобыльской зоне, самые выросли, да, большие. Ну, как некоторые говорят. Людей могут съесть, да. В Индии Гималайи, видно, смог рассеялся. В Венеции дельфины. Видно, да, Гималайи? Скоро из Киева будет. Грета вот эта, да, девочка. Тумберг, да. Да, да. Наверное, сейчас Грета радует. Она в школу хочет вернуться одна. Все дома, а она в школе. А придется теперь по телевизору. Учиться, да? То она не хотела в школу, а теперь не-не-не, Грета, сиди дома. Смотри по телевизору все, что происходит. Ты нам больше не нужна. Все можно и в украинскую телешколу. Нет, я думаю, что Грета будет протестовать, действительно, и она теперь пойдет в школу. То есть это у нее был школьный страйк. Баба-яга против. Просто все время хочу по-другому. Потому что она же говорила, что она заболела коронавирусом. Ну, или подозревала, что у нее коронавирус. То есть и здесь Грета была. Она ушла в изоляцию. Самоизоляция. Сегодня, кстати, очередной, уже больше 20 дней у нас изоляция коронавирусная. Да, уже к месяцу подползаем. Что там в новостях? Так, про изоляцию как раз. Алексей Молодец, он сразу подводит к нашей новости. А я же так, Кирилл, мы с тобой находимся. Цифровизация, или как она там теперь называется, диджитализация. Диджитализация. Разработала приложение для мониторинга всех, кто должен сидеть на самоизоляции. Теперь это приложение надо скачать вместе с приложением Дия на телефон. И там до 15 раз в день надо будет себя фотографировать с геолокацией. Вот, а я говорил, не качайте приложение Дия. Вот теперь все начнут удалять приложение Дия. Тебе будут приходить там пуш-уведомления, и ты должен ему подчиниться и сфотографировать себя, где бы ты ни находился. Если ты, например, игнорируешь пуш-уведомления, то это приложение сигнализирует, что ты не соблюдаешь изоляцию. Ребята, надо назвать это приложение «На». И вместе с приложением Дия в тебе будет «На Дия». Да, в ритуате себе. Или нет. А в случае, если ты покидаешь свои со стенки, то оно сразу тебя будет бить током. Ну, конечно. Так это предложение по геолокации или просто по фотографии. И фотографию, и геолокацию. И геолокация. А у нас все позволяет это сделать. А можно в этом приложении, ребята, как в 1551, показать, где у тебя… Смартфон позволяет. Кирилл, а там можно как в 1551 сфотографировать, где у тебя яма, почему у тебя течет кран? Ну, если ты все равно насылаешь фотографию. Нет, ты можешь просто на фоне… С проблемами, да. Знаешь, так оп, тут на фоне… Нет, я предлагаю как-то в Wi-Fi-камерах есть еще динамик, что ты можешь, допустим, да, там, ребенку или там персоналу сказать, не присутствовать в помещении, да. Так же самое на улицах еще рупоры повесить, и кто-то там вышел, засек, бабка, вернись домой, там, да, именно можно сказать, чтобы уже… Нет, нечего шастать, нечего шастать. Ну, голос кличка. Чего, вы вышли. Или хриплый голос Зеленского. Я же вас просил. Да, какой-нибудь там… Забежали обратно. Нет, разбери балкон, куда пошел, у тебя дел полно. Ну, что-нибудь такое. Да, тотальная слежка, я думаю, это следующий этап. Надо еще ввести стукачество еще, я считаю. Вы уже про раскрывачиев напринимали. А это еще будет стукачество. Если ты заложил соседа, который вышел из дома, то у тебя есть одно возможность… Не платишь единый налог. На две недели въезжаешь в его квартиру, да. Или у тебя есть одна возможность прогуляться в парке. Да. Круто. Кстати, хороший день. Более того, я слышал, какой-то мэр под Киевом даже уже сделал такое инновационное предложение, чтобы вместо штрафов 17 тысяч заставить этих людей копать могилы. Работать. А, могилы? Нет, копать могилы. Себе? Нет. Кирилл, я уже вижу, как Меша такой звонит. Алло, а вам? А Кирилл без меня на шашлыках. Я узнал руку Кирилла на фото. Пушистая рука Кирилла. А вот по поводу вот этого предложения, это на самом деле смех смехом. Но действительно, вот мэр говорит, что вот если бы люди, которые там не соблюдают, копали могилы, то… А что могилы? Вообще нельзя копать просто грядку. Просто на груди у мэра. Надо ждать, что-то шпой заделать. Деревья сажать в парке. То есть идея такая, у мэра можно набрать площадей сельскохозяйственных и всех, кто не соблюдает… Ну, посевенная, минуточку. У нас сейчас весна, мы же аграрные. Весна пришла, будем сажать картошку. Вот надо было так делать. Картошка, чеснок дорогой там еще у нас. Подожди, золотолимонный, имбирный запас. Подожди, можно же там много всего. Да, как и имбирь. Еще осталось, надо лимоны научиться выращивать и имбирь. Но все же знают, что имбирь смотрит на бинкоин, как на… И завидует. Да, да, да. Высока. К соседней Белоруссии. Лукашенко продолжает настаивать, что тотальный карантин и комендантский час – это чушь. Сейчас мы это посмотрим на видео. Час и прочее. Слушайте, это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем? Вот. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Достойный. То есть, видите, Европа просчитала последствия от карантина, от коронавируса, от экономического кризиса. И даже Лукашенко задает вопрос, а что жрать мы будем? А нам, в принципе, все равно. У нас задает министра сельского хозяйства. Нас это не интересует. Да нам не привыкать просто. Да, просто. Мы рассчитываем на то, что будут местные выборы, и кандидаты будут пайки носить. И маски. Так уже носят, ребята. Так уже носят, раздают вовсю. Ну, это же как волонтерская помощь. Не запрещено. Не, ну, все свои разные миссии. Кто-то пиарится, кто-то помогает. Одни носят в простых целлофановых пакетах, а кто-то носит в брендовых пакетах со своей печатью, там, фамилия, имя, фотография, которые стоят больше, чем содержание этого пакета. То есть, да, это действительно разные. То есть, пакет многоразовый. Ну, да, да. Так же, как и депутаты. Многоразового использования. Кстати, вот по поводу пакетов, экологи некоторые начали сейчас бить такой набат, потому что из-за коронавируса люди чаще стали использовать как раз полиэтиленовые пакеты. Они одноразовые. Ну, и рукавички. Да, и получается, что если раньше люди как бы переходили на многоразового использования, да, какие-то пакеты. Бумажные. Да, бумажные. То теперь, наоборот, все начали снова набирать целлофановые пакеты. Подождите, слава богу, что никто не взял пример Стищенко, который просто сам в целлофане пришел в Верховную Раду. Так, а тем химзащита? Да, если бы все взяли с него пример, то у нас бы мусорки уже были этим целлофаном завалены. Нет, надо просто песню Стищенко сказать. Единоразовую. I'm an alien, I'm a little alien. А может, Стищенко просто хотел, чтобы вы не узнали? Ну, его, на самом деле, его коллегу не впускали в Верховную Раду, потому что они не хотели себя показывать, разоружаться, так сказать. Нет, слушай, новая идея для телеграм-канала – целлофановые рыцы. Да. Есть темные рыцы, темные рыцы, есть светлые рыцы, еще целлофановые рыцы. Как керин в черном, керин в светлом, керин в золотом. Целлофановые рыцы. Надо обязательно такое телеграм-канал создавать. Как ты успеваешь вообще? Вот раньше Аваков писал 100 постов в Фейсбуке. Но он был фейсбук-министром. Он был фейсбук-министром. А ты телеграм-депутат? Я просто не помню. Фейсбук-министром его называли. Ты вот как, как ты пришел к этому? К телеграмму. Научи нам, вот нам, как раз нашей программе. Интересно, вот мы сняли промо перед программой, выложили у себя в телеграмме, но у нас никак у тебя, сколько у тебя, 20, сколько там тысяч уже? Ты можешь, кстати, раскручивать других и говорить, что ты еще и продюсер-депутат. Слушай, тема вообще огонь. А вы точно продюсер? А вы точно депутат? Как милан. Причем раскручивать таких симпатичных молодых депутатчиков. Заместителей. Боже, сколько там мунательных советов. Приходится. Я на следующем заседании подойду и скажу. Не хочешь, я тебя в телеграмме раскручу? Раскручу. Какая-то франция большая. Идем в кулары, журналистов нету. Идем раскручивать. Пост напишем. Пост напишем. Так и серьезно. Может быть и парочку. Ну, на самом деле просто... Вот и проверим силу телеграмма, когда Поляков перепостит как раз наш канал у себя. Вот и проверим, насколько сильна вообще. Теория телеграмм рукопожатия. Конечно. Сколько нужно телеграмм рукопожатия. И нужно ли мыть руки после телеграмма? Ну, про дезинфицировать телефон точно надо. Нет, некоторые же микрофоны и все остальное. То есть, как бы все дезинфицировать. Все может, коронавирус может везде пройти. Даже через телеграмму. Кроме Николаева. Сколько ты в день пишешь постов? Это интересно. Ты уже какая-то формула успеха. Нет, оно показывает, есть счетчики телеграммовские. И там, по-моему, было около 10 высчиталось постов. А ты не подкручиваешь, как вот на воду люди подкручивают? В автомобиле там. Там, опять же, показывают четко все эти счетчики, показывают, кто подкручивает, кто не подкручивает. Ну да, там можно посмотреть. То есть, это все натуральное. И можно по аудитории понять, есть люди, которые отписываются, есть, которые подписываются. То есть, у меня нет такого, что все подписываются. Нет, люди, бывает, подписались, отписались, потому что у каждого свои вкусы, каждый свои каналы смотрит, у каждого свое мнение. Поэтому я не говорю, что я всем нравлюсь. И я не говорю, это то же самое, как за меня не 100% избирателей проголосовали. Конечно. Там 33%, поэтому я понимаю, что я не всем могу нравиться. Вот был у тебя случай, когда, допустим, ты написал пост в Телеграме, его там журналисты взяли и как-то там переврали, перекрутили. У тебя же сейчас есть первоисточник. Ты действительно можешь сказать, а я на самом деле вот сказал вот так вот. Это же удобно. А смерть автора, Саша? Что, что? Опять это... Ты угрожаешь в то время. Я тебя боюсь сегодня. Алексей, то мэр заставляет рыть могилы, то не доедут депутаты на заседание. Чувствуете, какой Якубин в день рождения кровожарный вообще? Нет, нет, это бездействие. Это бездействие понятия смерти автора, что автор уже не несет ответственность за то, что он написал. И он не обладает монополией на интерпретации. Вот ты написал какую-то фразу, и все. Так не надо имитировать? Нет, ты написал фразу, и уже другие имеют право ее интерпретировать, как считают нужным. И ты не можешь говорить, я вот это только имел в виду. Не, ну это понятно. В принципе, у нас и так все делалось, имитировалось, все нормально, у нас все имитируется. И все в режиме имитируется. Да, у нас одна и та же новость, показывается на разных каналах, с разных ракурсов. Подождите, у нас юмористическая программа, мы можем даже смех сымитировать, причем многократно. Чем же ж Леша занимается? Заразительный причем. Если вернуться опять-таки же к нашей главной теме, это выпуска коронавируса, и она у нас будет главной не одной передачей. Мы же не забыли, зачем мы здесь собрались. Блок международных новостей. Вот США, между прочим, на этой неделе арестовали, как они считают, создателя вируса COVID-19 для Китая. Да, профессора, доктора Чарльза Либера, который там ездил от университета Гарварда в Китай, да, и проводил какие-то опыты, и вот они уже его прикрыли. И не просто в Китае, а в Ухань. Вот, ну, в эту лабораторию. Давай даже уточним. То есть о чем это говорит? О том, что будет искать опять-таки какую-то теорию заговора мировую, да. То есть на кого-то нужно коронавирус повесить. Слушайте, а как его будут судить? Есть статья за создание коронавируса? Там шпионаж какой-то, может, промышленный. А как он привез назад этот вирус? В банке? Ну, просто в пакете. Кстати, 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 как судить? Первая страна, которая подала в суд на Китай за создание коронавируса, это не Штаты, это Израиль. Вот, оказывается... Слушайте, ну... В телевизии уже подали в суд на 100 миллиардов. То есть кому вирус, а кому деньги. На 100 миллиардов компенсации и убытков. Да, но пока это гражданский иск. То есть это не государство инициировало, а там группа юристов, которые... Я думаю, кто-кто, а Израиль возьмёт. То есть ему удастся с Китая выбить? Или с кого? Или с США? Вы знаете, по этому поводу... Или вообще... Есть хороший анекдот про старого, очень старого еврея, который приехал в Ватикан к Папе Римскому и пытался прийти к нему на приём, и на 10-й день его пустили. Он очень старый свиток раскладывает, там тайная вечеря, говорит, ваши люди? Говорит, да. Они мне за ужин не заплатили. Поэтому, я думаю, Израиль добьётся своих 100 миллиардов долларов. Помните, как уже были очень популярны такой мем, там, где написано, группа коронавирус, да, добавился Китай, Китай добавил мир, Китай вышел из группы. Китай, кстати, покинул чат, да. Китай покинул чат, да. Ну так вот оно, 21 век. Нет, просто... Теперь вопрос, кто в итоге, на кого повесят коронавирус? Слушай, я просто даже коронавирус захотел свой телеграм-канал. Ну всё, тут всё просто. Про Китай, на родине коронавируса, ну, в Китае... Это предполагаемая родина. Ну, скажем так, страна, где была самая первая вспышка. Так вот, там заразилось до 15% кошек. Оказывается, коронавирус не только по куршавелям там летает, да, и венец. А как они это поняли? Тесты есть для кошек? Это хороший вопрос. Главное, не гладить чужих кошек. Ну, видите, у них хватает, например, тестов на кошки. У меня, допустим, старый кот, и он кашляет там бывает. Так что? Нет, так, Антон, на самом деле, коты и до этого болели коронавирусами. Есть же их много. Коронавирусов 6 или 7 разных вариантов. Это какой-то котовирусный коронавирус. Да, у котов он давно уже был, на самом деле. Те, кто у нас занимался кошками профессионально, они знали, что коты болели. Они знали о коронавирусе. Они еще со времен Египта фараонов набежали из Египта. А вот почему, да, именно фараоны как бы умерли от коронавируса. А нету никаких нововведений, что динозавры переносчики? От коронавируса. Мне кажется, что динозавры точно переносчики. Александр, но в Штатах даже тигр в зоопарке заразился коронавирусом. Ну и мамонты должны быть тоже переносчиками. Это предполагает, это предполагает, что в Нью-Йорке в зоопарке тигр заразился коронавирусом, потому что мы на самом деле до конца не знаем, насколько вот коронавирус может легко перепрыгнуть от одного вида к другому виду. Слушайте, а если зайти в каждый зоологический музей? Там везде есть доисторические животные. И так вот немножко полизации, посмертные анализы. Ну конечно, биоматериалу какого-нибудь мамонта искать, что мамонты вымерли от коронавируса. Все, Нобелевская премия тебе гарантирована. То есть даже не надо доказывать эту цепочку, как она от мамонтов потом передавалась. От летучей мыши, да. От летучей мыши и последствий. Бэтмен ни в чем не виноват. К делам коррупционным. Тут уже появился мемчик о том, что сейчас самое время начинать борьбу с коррупцией. Все в стране и бежать некуда. Чем воспользовался наша новая генеральная прокурорша Венедиктова и завела ряд дел на Петра Алексеевича Порошенко? Антон, ты как такой народный мститель, как думаешь, к чему это все приведет нашего бывшего главы государства? Ни к чему абсолютно. То есть не веришь ты в силу правосудия? Возможно, какие-то дела завели, но я думаю, что невозможно я имею в виду, а я думаю, это ни к чему абсолютно не приведет. То есть надо показать свою все-таки какую-то бурную деятельность, тем более, что все-таки уже время тикает. А частики-то тикают. Была определенная критика в сторону бывшего генпрокурора, со стороны тогда исполняющего обязанности директора ДБР в парламенте, а теперь оказывается, что и собственно на должности генпрокурора ничего не делается. Поэтому, естественно, надо какую-то бурную деятельность создавать. Но тебя же не устраивал прошлый генеральный прокурор? Ты даже призывал снять шапку. Так ты даже начинал собирать подписи первые? Так, да. Ну а Венедиктова тебя устраивает? Ну, мне не важно, Венедиктова или Рябошапка, пускай бы и Рябошапка работала. Главное, чтобы генпрокурор выполнял свои обязанности. То есть, это самое главное. Как его будут звать и кто он будет, мне абсолютно неинтересно. В данной ситуации мы видим, что пока прокуратура бездействует. То есть, при Луценко хотя бы было шоу, были зрелищи. А сейчас ни зрелищ, ни пацанок, ничего нет. С Луценкой продолжаются шоу, танцы с собаками. Кстати, надо проверить ту собаку. А помните, как он танцевал с собакой Луценко? С пандой танцевали. Еще до. С пандой? Да, в Китае. Они же были, кстати, с Луценко. Да, да, да. Мы все профессоров там ищем. Нет, на самом деле, действительно, Чита Луценко была в Китае. Вот на кого коронавирус в Украине можно повесить. На панду, на панду. Нет, подожди, на панду. Во всем виновата. Злочи на панду. Этому не надо путать. Зеленский подписал указ об отправке украинских медиков в Италию. Так что мы успешно с коронавирусом в Украине уже боремся. Побороли. Ну, практически в шаге уже от этого. И уже будем помогать нашим европейским братьям. Не, ну помогать по-любому нужно. Вопрос с учетом того, сколько медиков заболело в Европе коронавирусом и ввиду своей профессиональной деятельности и умерло, то это как-то дико смотрится, конечно, с нашей стороны. Нет, а может они там опыта наберутся. Наоборот, а потом уже сюда вернутся опытными. Да. Это же тоже только технологии. Передовые технологии. Слыха заверну. Кто вернется, да? Ну, да. Ну, кто вернется. Научат итальянцев эти шить маски там с разных... Нешастой. Нешастой. Так можно Кличко отправить. А можно было вообще самого Кличко отправить туда? Я, кстати, считаю, это было бы похлеще медикам нашим. Я думаю, они бы нам заплатили за то, чтобы мы его забрали обратно. И Ульяну Супрун туда отправили. МВФ тогда бы бестребованием дала нам к изнатию. Вы себе всем угрожаете. Мне просто интересно. Кстати, кстати. А Шмыглер решил не отставать от Зеленского и объявил, что Украина будет поставлять медицинский спирт в Европу. Вот так вот. То есть мы за своим... Да и каждый украинец и так считает своим долгом привезти две бутылки водки, куда бы он ни ехал. А теперь мы будем просто массово, да, это поставлять? Ну, естественно, это наша тоже будет... Миссия. Ну, как аграрная сверхдержава. Куда же Европу без спирта оставить? Вот. Тут 100%... На столку пустынника вывезти обязательно. Тебе не нравится? Благодатная тема. Не, я понимаю, очень много есть конфискованного этого всего спирта, всего остального. Можно его каким-то образом на население распределить. То есть спиртопровод, да? Можно наконец навести порядок на спиртзаводах, которые работают и фактически выпускают. Но уже там укрспирт собираются приватизировать. 100 тысяч бутылок, вернее, показывают там, что 10 тысяч бутылок выпустили, а 100 тысяч марок закупают на комбинате полиграфическом. Ну, то есть какая-то непорядка. Ну, может, они просто клеить не умеют. Они просто смотрели онлайн-уроки, которые... Мы очень много рвём, очень много. Марки можно вместо бабой там поклеить где-то. Не, ну помните, из этих уроков, там учительница по математике, там было 32 минус 2, а она написала 18. 32 минус 2, и 2. Я слышу уроки, вы не сможете. Да, и вместо 28 я написала 18. То есть это предполагает, что, Антон, в бюджетный комитет так же... Это 10 в уме. Ну что вы? Пишем 18, 10 в уме. Она там просто не моргнула в камеру, а вы все прицепились. То есть 10 уже не доедет до избирательства. Самое интересное, что я слышу, что эта учительница, которая попала на это кадр, она сначала поблагодарила съёмочную группу, а потом, когда появилась вот эта информация, она удалила пост с благодарностью съёмочной группе, которая снимала её вот эти уроки. Она обиделась, да? Она обиделась, да? Ну, бывает. Но она, наверное, посчитала, что съёмочная группа, ей не сказала, что вот там она 10 в уме. То есть её-то не проверили. Надо как бы, чтобы один учитель считал, а трое поконтролировал. Она, наверное, по этим, как у той из титры, да? Она по титрам читала и даже не считала. Нет, ребят, ну, на самом деле, я думаю, что это как в том анекдоте. Говорит, а почему у вас ребёнок маты в диктанте пишет? Говорит, ну, вы быстро диктуете, девочка волнуется. Ну, всякое бывает. Может, и урок так шёл, но учительница, съёмочная группа, ну, разволновалась. Что вы представляете? 10 в уме. Стрессовая ситуация. Ну, бывает так, но это не смертельно. Вопрос в другом, что... А зачем удалять пост, Саша? Ну, можно извиниться? Может, она подумала, что таким образом удалиться вся передача? Нет, подождите. И вообще сотрётся этот факт из нашей памяти. Должна быть ещё отдельная программа, работа над ошибками. Вся страна должна делать. То есть, обязательно продлёнка должна быть. Продлёнка, конечно. И ты пока на стене маркером 300 раз не напишешь, я больше так не буду, это не считается. Ну, надо же справляться. Нет, а здесь нужно не просто маркеринг, а ещё 300 раз написать вот это. Ну да, уравнение. Я хороший учитель, да? Да, да. Кстати, про спирт. Ещё же новость была на неделе. Мало? Украинцы под носом пограничникам построили под землёй спиртопровод в Молдову. То есть, он уже начал потихонечку. А, в Молдову или из Молдовы? Это просто странно. Мы что-то везём туда или молдавские вины? Я думаю, там реверс. Реверс, да? Туда спирт, назад сигареты. Оттуда вино. Подождите, это вот эта знаменитая трасса Одесса-Рыни? Это вот это оно? Да, да. Вот почему там Саакашвили три месяца жил. В палатке. Рыл. Так это он когда-то НРЭ построил. Подождите, но вы же видели, как он залазил на одной границе? Кстати, да. Ему же показали просто, как оно должно работать. Кстати, это хороший лайфхак для тех, кто хочет вернуться в страну и не получается для наших туристов. То есть, поэтому... Там, где пехота не пройдёт, и бронепоезд не промчится. Может, Саакашвили курсы сейчас устроить на телевидении или в Ютубе? Украинец на пузе проползёт, а ничего с ним не случится. Как попасть в страну? Это помните, как когда-то было во времена Холодной войны, в фильмах Джеймс Бонд показывали, что вот Советский Союз строит вот эту свою газотранспортную систему, чтобы шпионов запускать через... Ну, мы же есть трасса для баклея, да? То есть, они залазили в такую... Ну, как бы, в такую, как бы... Типа гиперлуп. Гиперлуп. Да, и их вот так по газовой трубе отправляли. То есть, это, оказывается, не новая идея. Эмилиана её просто взял из хорошо забытых старых фильмов. Вот. Гиперлуп. Ну, не, ну, сначала этот... Подождите, ещё на такое патриотичное кино надо выделить деньги, чтобы поднять дух и показать, что вообще наша газотранспортная система, она нужна. Как гиперлуп. Не есть потребность. А тут можно пускать в это спиртопроводе. Кто-то так, оп, в капсуле и... По спиртопроводу. А зачем в капсуле и в спиртопроводе? Найдутся люди, которые... В пласть? Как с гиперлупарка, например. Это первый кандидат. То есть, там спиртопровод будет бить фонтаном. А за ним будут 20 полицейских плывут. Боевые пловцы. Кто выплывет, то ты выплывет. Спиртовые аквологисты. Это вот туда же, к собачьим сутенёрам. Это вторая классная должна быть у нас профессия. Кстати, спиртопровод, по всей видимости, уже будоражит массы. Потому что в той же Одесской области четверо молдаван с баяном, но с баяном это не шутка, а тут гармошка, да, пытались прорваться через границу Украины. В Украину. То есть они научуяли это спиртопровод. Нет, они просто хорошо, всё будет хорошо. И побежали за молдавскими динами, и всё нормально. Но наша граница на замке и ключ в кармане. Поэтому ничего у них не вышло. Не, ну, а вот, то есть они рассчитывали, что, в принципе, если вот так и баяном, то они громко, они громко играли на баяне, и служебная собака их услышала просто. Служебная собака просто выгуливала. Если бы они тихо шли, я думаю, они пришли. Ну, а какой же здесь был расчёт? То есть был расчёт, что, наоборот, может быть, они будут громко играть, и всё нормально. Нет, ребята, главное, чтобы они... С песнями зашли в Украину. Знаете, как говорят по украинской традиции, чтобы не было шоу... И баян. Вот это вот истинное отношение к культуре в нашей стране. Видите, валяется баян. Хоронили тёщу, порвали три баяна, да? Может, они из каких-то сложных обстоятельств жизни начали. А может, это вообще был тур в контексте поддержки Евровидения, который отменили? Модные баянисты, вы посмотрите. Да, обувь. Вот я бы... Я говорю, это тур в поддержку Евровидения. Короткие наскинуты. Может, они хотели как раз обрадовать нашу страну? Или они хотели всё-таки тоже стильные баянисты? И спиртопроводу долучиться. На открытие. И мне нравится шапочка с балабоном, и вот та ещё. То есть это фотография ещё... Извините, и отдельный охранник для баяна. Правильно. Баян не сбежал. Слушайте, а и с автоматами? Ну, а как же? Просто каждый со своим музыкальным инструментом. У кого что есть, понимаешь? Да. Так что... А в Украине, кстати, могла бы запускать в Молдову с другими музыкальными инструментами. С бандурой. Да, нам тут ещё, опять-таки же, резонансно. Я думаю, наши зрители будут довольны. В Украине перестали искупать гречку и лук. Вот. Потому что нет уже. Потому что... Не за что, наверное. Дорого. Гречка уже до 50 гривен за килограмм доходит. Ну, уже больше, чем долго. Мы же наелись уже, слушай. Сколько? 20... Больше 20 дней сидим. Сколько можно... Едим гречку. Может, приелось просто? Да. Гречневые, знаменитые гречневые вечера уже заканчиваются. Не, ну, смотри, гречневый суп. Как упоительный в Украине гречневые вечера. Разные вот всякие гречаники, да? Ну, гречку же можно вообще использовать... Настойку с гречкой делать. Настойку с гречкой. То есть, это стойка рецептов, ты участвуешь в нашем форуме. Стой, 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 стой. В этот спиртопровод надо гречки насыпать, да? Не будет настойка с гречки. В Украине, например, гречка считается вообще деликатесом. Деликатесом. Гречневая икра. То есть, у них... Тонким слоем на хлебушек намазываешь. Да. Серьезно? Да. Потому что в Европе же ее не выращивают в основном. Ну, как икра заморская баклажанная, так и будет еще икра заморская... Кстати, по идее, по логике, от коронавируса больше всего должны были выиграть бренды, которых название и слово «корона». Например, как мексиканское, это пиво «корона». Но они, наоборот, закрылись. Видно уже отторжение у населения с продукцией. А я еще сделал в магазинах, пока есть. Ангела Меркель вышла из самоизоляции и приступила к работе. Ну, что я говорю, винишко закончилось. Ну, да, у меня же было там 3 бутылки и туалетная бумага. Видно, ну... Закончили. Нет, просто все выходят на работу раз в неделю. И Ангела Меркель вышла. Ну, что вы так прям... И отказались пополнить запасы. Я сказала, она должна сама идти пополнять запасы. На работе это все халявное. Бундесканцлер. Да. Кстати, если мы уже взяли Германию, тут тоже интересная новость. Там же, как в развитых странах, выделяют помощь, да, кто остался или безработный, или на карантине сидит. И так получилось, что чувак просто тыкнул не туда и получил 11 тысяч. Вот как диджитализация может сработать, да. Случайно сейчас записал безработный. Получил 11 тысяч евро. Да, они просто выделили один триллион евро, выделили на помощь. И просто всем немцам сказали, особенно самозаметным. Как раздать. Да, как раздать. Да, как хотите. И они просто там сделали электронную очередь, и все, кто хотели, подавали. И многим даже пришла больше суммы, чем они подавали. И потом сами не знали, а что с ней делать. А, я понял, почему Израиль подал суд, потому что они не участвовали в этой логике. Они что-то раздали без нас. Вот, Антон, ты говоришь, вот как важна каждая запятая. Ты посмотри, как важен каждый клик. Тут вот это кликнул. Случайно. И на счету 11 тысяч евро. Я думаю, что многие возьмут себе, когда будут заполнять декларации, скажут, где вы взяли? Говорят, накликал. Все, накликал. У нас, в итоге, ради много, кто кликает вот так вот. И по 11 тысяч евро. И на клик отбеду, понимаешь? На закладную карточку. Так, раз, раз, раз. А что там приходит? Какого банка? Дзень, дзень, дзень. Это вот это пуш-уведомление? Пуш-уведомление. Сфотографироваться еще? Это точно. К соседней Польше Сейм разрешил, к нам будут выборы в мае месяце, проводить голосование по почте. То есть... То есть украинцы, которые и там, и тут, могут не беспокоиться, да? Ну да. Но они же пытаются... Слушайте, президентские выборы не отменили? Это получается, что если мы пойдем по пути опыта наших соседей, то Смельянский может захватить власть? Собственно, слушайте. Результаты выборов будут у него в руках. Вы представляете? Как это, помнишь? Почта превращается у нас... Будет партия почтовиков... ЦЛК. Почтальон. Партия «Украинский почтальон». Да. УП. Это, кстати... Слушайте, а я начну дружить со своим почтальоном. Вот, вот. Нет, украинская мова Листоноша. Может быть, это будет будущий депутат. Украинская мова Листоноша. Вот почему Смельянский не захотел переходить в «Нафтогаз». Все ясно стало. Все просто понимал. Потом он предвидел, да? Что потом... Кстати, а сказали же, что вы можете теперь в ближайшем будущем депутаты переходить на другие формы, общения, голосования. Но у вас же уже комитеты есть по Зуму, да, работа. Кстати, да. Как вы голосовать будете? Кирилл. Тоже издалека? Кирилл, какая у тебя есть последняя такая... Так, да. У нас уже... Новостей много, нас много, да. Но у нас уже потихонечку подходит наша передача к окончанию. И поэтому в конце я хочу сказать, что офис президента на днях поздравил Ирину Билых с днем рождения. Вот. И мы ее поздравляем. И обязательно пригласим ее к нам на эфир. Вот. А пока что у нас... Что еще было? Нужно поблагодарить спонсоров. Правильно. Золотые слова. Друзей, спонсоров наших за прекрасный кофе Эль Кофина благодарим. Спасибо большое. В это непростое время кофе на вес золота. Когда нету кофе на вынос. Ну вообще. И на внос. Зато у вас есть Эль Кофина. И на внос. Да. И на вынос, и на внос. Также хотим поблагодарить наших друзей и как бы... Партнеров. Партнеров, да, в первую очередь. Бористос – это адвокатское бюро, которое помогает медикам в непростой период коронавируса справляться с правовыми кулизиями, как они у нас бывают. У нас их все больше и больше. А их все больше и больше. И поэтому бесплатная помощь медикам – это тоже на вес золота в непростой период. И также хотим, пользуясь случаем, вот мы вспоминали, что Леша нам все разные рецепты раздавал. В период карантина дает небывалое море всякого творчества, и люди спасаются как могут, готовят дома, дают свои рецепты, рассказывают их. Мы хотим сделать конкурс. Разыграть у нас есть прекрасный приз. Вот. Ничего себе. Да, между прочим, от нашего нового друга и спонсора компании «Орион». И мы хотим разыграть вот этот вот прекрасный измельчитель, который поможет в ваших рецептах. Поэтому пишите, колокольчики и подписка, все это вы знаете во всех соцсетях и в телеграм-канале. Благодаря теперь Антону с его легкой руки мы как полетим. Наш волшебный плащ. Да, плащом, конечно. Поэтому пишите рецепты, присылайте их, и лучший рецепт, конечно, будет отмечен в следующей программе или, возможно, в соцсетях, но мы будем следить, что нам понравится. А кто готовить будет? Алексей, давайте. Вы тоже свои эти рецепты присылайте. Мы будем готовить потом в эфире. Да, и мы еще раз благодарны Антону за посетение нашей программы. И желаем тебе успеха. Твой бенефис, который все будут смотреть. То есть смотрите программу Ближайся в 4 месяца. Да. Год. Год. Ну, с понедельника, да, начнем, да, привыкать. Так и буду. Год поляково. До новых встреч. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин